Привет, я Мирослава, я психолог и мы сегодня сильно будем говорить о самооценке. Прежде чем я начну, а мне, кстати, не дали в руки ту штучку, которой я должна. Прежде чем я начну, хочу спросить у того, как часто вы в интернете встречаете понятие самооценка в интернете, всякие статьи, поднимите руку, вот кто встречал понятие самооценка в интернете, кто читал эти статьи, ну так для любопытства, чтобы знать, что там разбирали, а кто после этого хотя бы у википедии спрашивал, что же на самом деле значит это понятие. Таких людей действительно очень мало и в основном люди верят тому, что пишут эти статьи. Я вот тоже прочитала несколько статей, они были абсолютно бредовыми для меня. Я уже начала задумываться, может я чего-то не понимаю и я сделала какой-то анализ в литературе и сегодня хочу с вами поговорить о самооценке. Что это такое, как она формируется, для чего нам нужна самооценка и какие пути повышения самооценки есть, что работает, что не работает. И я предлагаю вам пройти тест на самооценку. У нас да, у нас есть справа самые умные, слева самые глупые. Определите себя на этой линии. Скорее всего вы выбрали где-то место либо посередине, либо ближе к самым умным. Как я это определила, так говорят ключи теста, что люди находящиеся в адекватном состоянии выбирают именно это расположение. Удивительно, что крайнюю правую точку самых умных выбирают люди либо слабоумные, либо находящиеся в наркотическом опьянении. Самые глупые обычно выбирают люди, которые находятся в такой, в депрессии. И с этого я начну свой рассказ. Самооценка. Это субъективное, меняющееся на протяжении всей жизни, некоторое оценочное представление о себе, о наших действиях и поступках. Самооценка нам нужна для двух важных вещей. Она выполняет две важные функции. Первая – это эффективная деятельность. Вторая – это развитие личности в целом. Чтобы эти две функции выполнялись, самооценка должна быть устойчива и гибко одновременно. Как это устойчива самооценка? Ну, например, я пишу статьи на один сайт, и мне часто пишут всякие комментарии, и, например, встречаю там, мне не нравится ваша статья. Ну, ок, бывает. У меня самооценка достаточно устойчива, я могу пережить этот момент. У людей, у которых неустойчива самооценка, они на такой злобный комментарий могут обидеться, сесть, поплакать, решить, что они говно, их статья говно и больше не писать статьи. Также очень важна эта гибкость самооценки. Что это такое гибкость? Это, когда вы принимаете в расчет информацию, которая поступает извне. Ну, это когда мне пишут, например, объективную критику. Добавьте хорошую статью, добавьте сюда примеров. Или у вас орфографические ошибки, что у меня действительно бывает в моих статьях. Ну, вот так вот. И я такая смотрю, говорю, действительно, это важно для моего развития учесть эти ошибки. Это и является гибкостью самооценки. Теперь я хочу поговорить о том, как формируется самооценка. По Бенсу она формируется в трех важных моментах. Первое. Это совпадение я реального с я идеальным. Второе. Это мое представление о том, что думают обо мне другие. И третье. Это список моих побед и неудач. Генри Оппорт говорил, что я образ у ребенка формируется в районе 5-6 лет. Это уже то время, когда ребенок начинает понимать, что от него хотят другие люди. Как они его видят. Как он представляет себя в окружении этих людей. И тогда формируется наше я реальное и я идеальное. Получается, нашим я реальным будет это то, какими словами, характеристиками описывает наша мама. Мама, папа, бабушка, учительница в школе. Если ребенку часто повторят, например, что ты неряха. Ребенок запомнит, окей, я неряха. Ребенок делает какие-то действия. Он не понимает, какие действия он делает. И взрослые их называют. И он тогда узнает о себе, что он и кто он. Я идеально, еще хуже, потому что это идеальное представление о ребенке его мамы. Его папы, бабушки, учителей, которые наделяют этими идеалистическими какие-то фантазии своего ребенка. Например, она говорит, мама, вот Сашенька молодец, Сашенька аккуратная. И ребенок уже понимает, ага, хорошо быть аккуратной. Если я буду аккуратной, мама будет меня любить. Базовая потребность ребенка это быть принятым и любимым. Поэтому ребенок будет, естественно, стремиться к я идеальному. Как на нас влияют родители, то те представления родителей о нас очень хорошо показаны в исследовании Джакобс Экклс. В 1992 году было проведено, там было две группы детей, две группы мам. Первая группа мам, они считали, что у них была стойка убеждения, что их дочери не способны к математике. У второй группы мам такого не было. Они считали, что их дочери вполне могут справиться с математикой. И результаты, естественно, были ожидаемы. У первой группы мам, там все дочери были не способны к математике. Они считали, что они были не способны к математике. Все дело в том, что когда человек считает, что он не способен к математике, он не прилагает усилий, чтобы что-то сделать. Он просто остается вне действия. Он говорит, я не способен и не будет ничего делать для этого, чтобы хоть как-то доказать обратное. Поэтому это очень важно о том, как на нас влияют родители. Но родители хорошо. Они все-таки с нами живут всю жизнь. Это такое более мощное эффект на нас и действия оказывают. Но следующий эксперимент показывает, что также достаточно ужасно нас влияют и другие значимые взрослые, например, учителя. Был проведен эксперимент в 1939 году. Он называется «Чудовищный». Он был проведен на 22 детях-сиротах. И это действительно страшный эксперимент. Было две группы детей. Первую группу детей их хвалили. Если они говорили что-либо правильное. Вторую группу детей их унижали. Если они говорили вообще хоть что-то неправильно, хоть какие-то слова. Даже если эти дети говорили правильно слова, их все равно называли заиками. Нужно сказать, что до этого эксперимента все дети были психологически здоровыми. Ни у кого не было нарушения речи. Но после эксперимента в группе во второй над детьми, которыми издевались и унижали, у них у всех были проблемы с психическим здоровьем. И большинство из них до конца жизни остались заиками. На самом деле наша самооценка это действительно очень сложный психический феномен. Туда кроме идеальных образов наших родителей, учителей, туда еще также войдут и различные идеальные образы рекламы, маркетинга, которым напихин телевизор, где нужно быть стройным, обязательно успешным. Это все станет нашим опытом. Все это как в миксере собьется в нашей психике и станет нашим. Мы потом не отличим, где наше, где чужое, это все будет нашим. И как вы понимаете, это все очень плохо. Ну вот так действительно плохо и все страшно. Но единственное, что здесь хорошее, мы помним, что самооценка формируется на протяжении всей жизни. Это никогда не конечный результат, и мы ее всегда можем изменить. Дальше я хочу поговорить о том, какие есть методы повышения самооценки. И начну с моего любимого. Это позитивные самоутверждения и аффирмации, как их еще называют. Сейчас их считают вообще самым популярным методом. Сейчас все лечит аффирмациями, предлагают различные тренинги. И обязательно себе поставить на экран ноутбука и повторять о том, что ты привлекательный, ты успешен, ты сможешь добиться. Судя по всему, это очень привлекло внимание канадских исследователей, они провели эксперимент. Было две группы студентов. У первой группы студентов была обнаружена низкая самооценка. У второй группы студентов все было в порядке. Эти две группы развели еще на две группы. Одна была контрольная, другая экспериментная. Экспериментной группе предложили на протяжении месяца повторять позитивные самоутверждения. Я принимаю себя, я верю в себя, я ощущаю себя уверенно. И какого же было удивления, что такой популярный метод привел к самым интересным последствиям. У меня для этого есть картинка вот такая вот, специально делала. Все дело в том, что у студентов, у которых была низкая самооценка, самооценка понизилась еще больше. У студентов, у которых была адекватная самооценка, она чуть-чуть возросла. Но я хочу вернуться все-таки к студенту, у которого была низкая самооценка. Почему это происходит? Если у вас низкая самооценка, вы так считаете, что вы говно, вы ничего не можете, вы начинаете повторять о том, что вы принимаете себя, что вы успешны, что вы все можете. При этом у вас возникает внутреннее противоречие, естественно, потому что это не соответствует того, что есть у вас. При этом запускается повторный процесс самооценки, и вы разочаровываетесь в себе еще больше. И в этом случае очень интересно, что позитивные самоутверждения, они как медвежья услуга были. Они должны были повысить самооценку, а они ее понизили еще больше. Канадские исследователи все-таки любят своих студентов, и они думали, как же все-таки повысить обратно фон студентов, у которых самооценка упала еще ниже. И они им предложили вот что. Они предложили вместо повторения постоянно позитивных самоутверждений сформулировать правильно свои негативные переживания. Как это? Это осознавание своих негативных чувств. Когда я говорю осознавание, я имею в виду замечание. Осознавание – это какое-то такое слово, как будто связанное с чем-то, с дзеном каким-то. Но в целом осознавание – это просто замечание. Когда сам что-то случилось нехорошее, просто достаточно заметить там, «О, я разочарован», ну и все. Не нужно ставить себе на заставку фразу «Я разочарован» или «Мне больно». Не нужно это повторять, ходить целыми днями. Нет. Просто достаточно понимать, что сейчас с тобой происходит. Это поможет не тратить энергию свою впустую, а правильно воспринимать свои чувства. Дальше я хочу рассказать о том, что признание своих ошибок и недостатков полезно для психического здоровья. Был проведен эксперимент, в нем участвовали 3000 студентов из США и Гонконга. И результаты были интересными. У студентов, которые могли объективно оценивать свои как победы, так и неудачи, было стойкое эмоциональное состояние. Те же студенты, которые старались, знаете, преувеличить, как-то оправдать свои поражения, у них наблюдалось понижение эмоционального состояния, и они были больше склонны к депрессиям. Почему это происходит? Все дело в том, что когда у нас случается неудача, это естественно плохо, мы все это понимаем, у нас есть два варианта. Первый вариант. У нас есть сети начать оправдываться, что я не сдал экзамен, это все потому что меня друзья заставили пить, вот козлы друзья, это все они, за них я не сдал экзамен. Или я не сдал экзамен, потому что мне попался сложный билет. Вот если бы мне билет попался как у моего соседа, я бы его сдал. Ты начинаешь оправдываться, ты теряешь энергию. Если ты вместо этого начнешь объективно думать, что ты можешь сделать лучше, потратишь это же время, эту же энергию на то, чтобы подумать, что теперь сделать так, чтобы экзамен сдать. Это приведет к результату. Люди, которые зациклены на своих неудачах, обречены постоянно испытывать неудачи. Следующее и очень важное, что вообще очень важным я считаю, это я говорила, что в формировании самооценки есть такой важный момент. Это то, моя самооценка зависит от того, что я думаю, что обо мне думают другие. Если я скажу это иначе, чтобы было понятно, насколько это абсурдно. Получается, есть моя фантазия о том, что думают обо мне другие люди. По-другому никак. Именно эта фантазия у людей, у которых занижена самооценка, эта фантазия реально злая. Потому что они думают, что другие люди думают, что они что-то плохое. И это не дает вообще вырваться из круга замкнутого. Единственное, что вообще в этом можно сделать, это задавать прямые вопросы. Вот, например, такой жизненный пример. Я хотела выступить на лекции. У меня была статья. Я так посидела, подумала, думаю, какая-то она не очень. Ну, такая, так себе. У меня было два варианта. Первый вариант. Сидеть с этой не очень статьей дома и думать, что моя статья не очень. И думать, что я когда-нибудь соберусь и напишу что-то подходящее для лектория. Либо показать эту статью администратору и спросить, как вам статья. Задать прямой вопрос. Тут есть важный момент. Когда мы задаем вопросы, мы рискуем. Но при этом у нас появляется шанс узнать правду. Потому что правда, ну, так оказывается, всегда та лучше и позитивнее, нежели наши фантазии. Особенно у тех фантазий, у которых низкая самооценка. С риском тут все очень интересно. Все дело в том, что у людей, у которых низкая самооценка, они боятся пойти на риск. Но для них это связано с понижением еще большей самооценки. Либо они ставят очень большие перед собой цели, естественно, проваливают их, потому что они не способны это сделать. Вернее, верят в то, что они не способны это сделать. И у них самооценка понижается еще. Для успеха нужно оптимальное количество смелости и риска. Ученые советуют, если у вас низкая самооценка, если вы недостаточно уверены в себе, ставить цели, которые вы точно сможете достичь. Маленькие. Если у вас есть большая цель какая-то, разбейте ее на маленькие. И тогда вы, получая победы, маленькие победы, у вас формируется более устойчивая самооценка. И вы сможете повысить свой уровень притязания. Ну, в общем, повысить уровень своей цели. И именно это поможет вам повысить и уровень своей самооценки. На самом деле это все, что я хотела сказать. Я срезюмирую о том, что действительно важно. Это то, что самооценка это не навсегда. Она совершенно не навсегда. Она меняется каждый день, каждую минуту в разных обстоятельствах. Она нужна для эффективной деятельности. Больше думайте не о том, чтобы использовать позитивные самоутверждения, а используйте осознавание своих негативных чувств, признавайте свои ошибки, объективно смотрите на результаты своей деятельности. И, конечно же, рискуйте задавать вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Задать мне какой-нибудь вопрос. Никакого столкновения с реальностью. Вы так хорошо все рассказали. Сначала были вопросы, а потом вы сами нам дали ответы. Ну, лично ко мне. Спасибо. Ну что, серьезно мне никто не задаст вопросы? Ну, кто-нибудь. Хорошо. Вопрос такой. Вы сказали, самооценка может меняться в каких-то обстоятельствах. Да. То есть, это нормально? Да, абсолютно. К этому не надо никак. Ну, то есть, здесь вот одно окружение людей, и нормально в него вписывается, и вдруг тебя ставят в другое. Да. Самооценка может упасть. Может, а может подняться. А может подняться. Это нормально? Это абсолютно нормально. Да. Получается, когда вам говорят, что у вас низкая самооценка, это неправда. Потому что у вас не может быть постоянно одинаково низкая самооценка. В каких-то моментах она может быть ниже, выше. Зависит от постоятельств, где вы находите, что вы говорите, что вы делаете. Просто может быть, ты не вписался в тот коллектив, да? Может быть, и не вписался. Может, это коллектив не вписался в твою самооценку. Знаете, как вариант. А какой? Чтобы комфортно себя чувствовать, нужно менять коллектив? Чтобы все зависит от комфортности. Если, понимаете, самооценка, она важна для эффективной деятельности. Если вам комфортно то, что вы делаете, значит, все в порядке. Ну, есть действительно люди, которые там очень умные, и ты попадаешь в их общество и думаешь, боже мой, да я что-то действительно не понимаю. Но если твоя деятельность вне этого круга, все с ней в порядке, если вы чувствуете себя удовлетворенным в жизни, Ну, тогда не нужно начинать открывать, читать книги, талмуды по медицине, чтобы что-то понимать. Ну, допустим, нормальная самооценка, попадаешь в этот круг за умных таких, и понимаешь, что они очень умные. Ну, хочется вписаться как-то туда, то есть ненадолго, а может произвести впечатление, какой-то тупой вопрос или движение, и делать умный вид. Ну, да, тут знаете, вы знаете, что молчание это же вообще золото, всегда можно молчать и делать умный вид. И вы вполне впишетесь в эту обстановку. Либо же почитать какую-нибудь литературу, и с каким-то знанием делом опять же вы впишетесь в обстановку. Главное не сосредотачиваться на том, что вы не вписываетесь, не зацикливаться на этом варианте, что вот все плохо, я не вписался, а подумать, что я могу сделать, чтобы мне было комфортно в этой обстановке. Ну, тут уже такой выбор, кому что подходит больше. Ну, я бы молчала, знаете, если там вы с Нобелевскими премиатами там общаетесь, ну, я бы так сидела, м-м-м, да, как интересно. А скажите, сладко, что означает, что людина, я, например, у меня Натальяне, которые постоянно скажут, вот я самый классный, вот я на класснейшем, ну, это же я, это же я так сделаю. Это означает, что у него низка, молодцы, или высокий, или он зарахнул свою фразу и пытается саму ствердить? Ну, знаете, я не знаю вашего друга, может он действительно классный. Ну, я просто не знаю, может он, если он действительно классный, ну, может просто он понимает реально, что он классный. И он такой, ну, не стесняется, сейчас принято не стесняться. Но вы действительно правы, он, с одной стороны, это может у него быть завышенная самооценка, а может быть заниженная, и он пытается так себя реализовать в обществе. Как бы со мной все хорошо, он у него, знаете, на позитиве, нужно сейчас быть модно, быть на позитиве. И он такой, со мной классный, я суперский, смотрите, как я умею, я смог пожарить котлеты, молодец я. Как-то так. Да. Я хочу спросить, вернуться к эксперименту 1939 года, извините, да? Да. Проводились ли подобные эксперименты, и был ли эффект от унижения такой, что у людей повышалась масса? Нет. Я просто перерабатываю ваш вопрос. Получается, если я правильно поняла, вы спрашиваете, проводились ли подобные эксперименты еще такие же? Да. На самом деле нет, потому что это был чудовищный эксперимент, его 30 лет хранили в тайне от всех, потому что, ну, вы представляете, какой вред этот эксперимент нанес детям. Потом при университете Айовы пришлось выплатить компенсацию всей этой группе, потому что они, ну, их не были жизни поломаны, и больше этот эксперимент не проводился. И я на самом деле не знаю, может ли унижение привести к повышению самооценки. Это такое… Как мотивация только такая вот оправданная. Как мотивация? Я не могу на это сказать, потому что я не проводила таких исследований, и я не встречала. Я могу сказать о своих фантазиях по этому поводу, но это не будет научно обосновано как-то. Вот как-то так. Я просто считаю, что унижение не может привести к повышению самооценки. Это лично мое мнение. Да. Получается, что в легкой форме, если родители над своими детьми вот так вот в легкой форме уничтожают их, говорят, ты плохой, ты не умеешь ничего, это конечная методия может привести к понижению самооценки вообще, то есть… Ну, это и приводит к понижению самооценки. А еще такое важное, забыла сказать, пока мне рассказывала. Это не значит, что нужно звонить своим родителям и говорить, какие они галимые и что во всем они виноваты. Ну, это очень на самом деле важный момент, чтобы вообще что-либо изменить, нужно перестать ныть и взять ответственность за свою жизнь. Да, самооценку вы можете менять, но вы сможете менять только тогда, когда вы взяли ответственность за свою жизнь и перестали винить во всем остальных, что вот какие они, ай-яй-яй, негодяи. Взяли, так говорили, чтобы мне потом родители ваши не нашли меня. Не сильно бы мне хотелось этого. Там вопрос? Да. А вы знаете какую-то статистику, насколько распространена вообще низкая самооценка, возможно, по возрастным группам, возможно, по гендерным группам, возможно, по популяционным, по национальным группам? Интересно, что я по гендерной читала статистику, а раньше было, что считалось, что у женщин более занижена самооценка, чем у мужчин, но я буквально на днях нашла эксперимент, было исследование проводилось в России, Украине, Беларуси, Казахстане, и за последние десятилетия поменялась ситуация. У мужчин сейчас более низкая самооценка на нашем регионе, нежели у женщин. А масштабно? А масштабно я не смотрела, это как-то не вписывалось в мою лекцию, мне так пришлось много всего пересмотреть, но это интересно, я посмотрю, это сильно интересный вопрос. Как поднять самооценку кому-то? Никак, вы не можете поднять другому человеку. А если я там, ну не знаю, я работаю здесь милой, я очень заинтересована в этом. Вы можете их хвалить. А если они помогают? Понимаете, в чем дело, как вы поняли, самооценка это сложный психический феномен. Все, что вы можете сделать, это относиться к детям. Первое, уважительно, что вообще очень важно для самооценки личности. Второе, вы можете относиться к детям с любовью. Вы можете их принимать. В психотерапии, когда приходят клиенты и их самооценка, естественно, потом повышается, все начинается с принятия. Принятия в это достаточно, но проблема, когда вы работаете с детьми в том, что они всегда возвращаются к взрослым, к своим родителям, и вы никак не можете на это повлиять. Все, что вы можете, это уважать их и принимать такими, какими они есть. Еще раз возвращаюсь к тому, что один человек в разных компаниях или коллективах чувствует себя по-разному. Ну, допустим, есть средний человек, он понимает, что он не самый крутой, не самый простой какой-то. И у него им друзья, с которыми он чувствует, что, ну, да, я тут, типа, лучше всего, я лучше них, они вот такие не очень. И, в принципе, как бы, для его состояния внутреннего это хорошо, ему комфортно, и он думает, ну, я хороший человек, я, наверное, круче других, потому что я могу. Но, с другой стороны, это не ведет к никакому развитию этого человека, никаким его более лучшим и новым достижением. Собственно, он стоит на одном уровне и, возможно, даже когда-нибудь еще больше скатится вниз. А если ты попадаешь в коллектив, который действительно люди умнее, интереснее тебя или более высокими какими-то достижениями, то, собственно, да, ты чувствуешь себя, там, каким-то самым отстойным, но, с другой стороны, если правильно направить свои мысли, то, ну, ты больше будешь развиваться и со временем станешь таким, как и они эти люди. Ну, то есть, есть смысл, наверное, все-таки, как бы, попадать в эти компании чаще, там, где тебе некомфортно. Ну, так, чтобы не скатиться потом со временем куда-то вообще далеко вниз. С одной стороны, да, естественно, сейчас очень популярна тема выходить из зоны комфорта. Ну, да. Я считаю, что из зоны комфорта выходить тогда хорошо, когда у вас есть зона комфорта. Ну, тогда да, почему бы нет. Ну, самооценка влияет на развитие личности. Естественно, прекрасно, если вы попадаете куда-то, и у вас есть стремление развиваться. Это чудесно, почему бы и нет. Все зависит от каждого человека отдельно, насколько вам комфортно. Если вам это нравится, пожалуйста, не нравится, ну, значит, вам это не нравится, не подходит. Не надо обязательно, чтобы все должны куда-то стремиться. Каждый человек имеет право деградировать, это его личное право, ну, дано ему эволюция. Почему бы и нет, ну. Да, конечно. Мы говорим сейчас в основном про самооценку, и мы говорим про какие-то интеллектуальные недвідусты человека. В том, когда я чувствую себя хорошо, в том и инш. У меня вопрос, например, про зоны. У меня нормальная самооценка себя, как человек, которая интеллектуально развивается, которая хорошо учится в школе, которая хорошая работа и так далее, но у меня проблемы с самооценкой своей должности. Например, у меня криви нормы, с этим я произвести ничего не могу, так? Вот сейчас. Как меня подвизить повышение, что это было? Поднимать свою самооценку, так? Або у меня еще там что-то, например, вот такого я не с кого родом. Я, конечно, не попроекцию. У меня не ский рост, так? Я хочу працювать телеведущей, я не могу працювать телеведущей только через то, что у меня не ский рост. все дело в том что это еще очень не только ваши самооценки касается тут еще касается того почему то в то что вас маленький рост нет нельзя работать на телевидении это вообще когда дискриминация как по мне это это понимаете это чуть-чуть другое потому что есть определенные наверно там правило это правило понимаете тут просто все дело в том что это правило вы можете слава богу сейчас классическая хирургия творить чудеса да и просто фитнес тоже творит чудеса но если например у вас какие-то действительно физиологические проблемы вы просто можете их принять принять принятие себя естественно нормализует вашу самооценку потому что есть некоторые моменты которые вы ничего не можете сделать и остается только просто принять это и у вас тогда не будет проблемы с тем что вы низкого роста или вас кривые ноги ну ок ну бывает знаете мужчины такие интересные существуем скажу одному не нравится другому разу надо найти вот тот момент кому понравится ну потому что там по другому никак ну или конечно всю жизнь жить с тем что ой блин у меня кривые ноги не выйти по этому поводу замуж не ходить никуда и знаете мы можем проверить мы можем проверить прям сейчас вот ведь это тот вопрос когда говорю что надо задавать вопросы это ваше представление о том что может понравиться мужчина но сколько у скольких вы мужчины это спросили сколько мужчин вам дал ответ что они например не хотят сами сексуальной связи из-за ваших кривых ног например я хожу в долгой спиднице они хотят как меня зовут? смотрите сколько мужчин там, мы прямо сейчас можем провести эксперимент я не заметила лично например пока я хожу в долгой спиднице никто не будет знать что у меня кривые ноги да и все и другие люди, если у меня все нормально человек у человека я может выкликать сексуальное бажание знаете я очень... я... спасибо тебе что за фигня удивительнее всего что вот эти наши заморочки это чисто такая женская штука не бритые ноги не накрашены у нас грязная голова и за которой мы не выходим на улицу это вообще колыши только нас это вообще мужиков вообще не колышет ну вообще их вообще-то не волнует кривые ноги маленькая грудь это вообще касается ну это такая бабская тема а знаете вот если так будете говорить то как будто мужики вот посмотрите все равно на кого им там нет я говорю что мужчины значительно глубже нежели то что о чем говорят сейчас в СМИ и пишут газеты и журналы потому что у них новооценка ниже поэтому... ну знаете как вариант все это в этом лучше можно я добавлю? можно я добавлю? можно добавить у нас вот... да и наверное мы будем прикручивать до последней нам нужен перерыв я думала вы можете перерывы вообще взяли да вы можете у меня скорее всего вопрос просьба скажите пожалуйста полезные советы лекторам которые вы можете дать для того чтобы подготавливать свои лекции на 15 на 4 как выступать? как быть уверенным в то что ты говоришь классно? откуда я знаю? отличный ответ чего вы взяли что я что-то в этом разбираюсь? будет перерыв и я вам отвечу чтобы мы не задерживали всех спасибо вам большое спасибо спасибо да добавим вы это